Это я про себя в третьем лице, все хорошо. Всем привет, меня зовут Лера Зверева, спасибо большое, что перешли на это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравится. Сегодня я хочу сделать видео в формате очень популярного на YouTube. Использовать и выбросить, называется Project Pen. Я отобрала ту косметику, которую постараюсь к определенному дню использовать до конца. Это невозможно, сразу скажу. Но для чего я это делаю, как и, наверное, большинство людей, почему делают это? Они собирают в кучку ту косметику, на которую им нужно обращать больше внимания, для того, чтобы успеть как можно больше использовать ее до истечения ее срока годности. Надеюсь, понятно. Я себе такой мешочек собрала недельки три назад, уже очень активно им пользуюсь. Очень многие продукты вы могли видеть в каких-то моих более ранних видео. Но я решила огласить, так сказать, этот список. Вдруг вам тоже будет полезно, вдруг вы тоже вдохновитесь на что-то. И начну рассказывать с того, что сегодня у меня на лице. Кратко, быстро, вообще, без всяких подробностей. Праймер для лица 10 в 1 от Catrice и BB от Vitex. Вот, пожалуйста, можете наблюдать этот магический дуэт на мне. Вот этот праймер мне не очень нравится. Он с таким оранжеватым по тону. А на самом деле BB, я не знаю, почему я перестала им пользоваться, вполне очень даже ничего сидит. Насколько я помню по видео, которое я снимала уже больше года назад про Vitex, это этот тон. Он становится таким влажным, подвижным. И, возможно, вот это меня когда-то смутило. Но плюс, как всегда, у меня открыто всегда много тональных основ. Еще три вещички кремовых на этот раз для лица. Да, консилер ботинки 322 L'Oreal Infallible. Мелькал, наверное, в последних 10 моих видео, если не больше. Хайлайтер от Becca. Будет очень жаль, если он протухнет до того, как я его прикончу. Оттенок Sea Pop. И ботик De Fleur. Румяно-кремовый от Vivienne Sabo. Тоже очень часто их показываю. А если вам кажется, что не так часто, в любом случае, в жизни я постоянно ими крашусь. Оттенок 02 у меня. Очень красивая помада. Глэмблок от Luxe Visage в оттенке 317. Не знаю, почему я про нее забыла. На самом деле, в свое время я ее очень знатно так затаскала. Такой оттеночек пионовый немножко. Розовый нюдец. Забытая, но вспомненная помадка для бровей от Luxe Visage в оттенке Blonde. Броу Бар называется. Очень нравится. Не знаю, как я могла про нее забыть. Как я могла ею не пользоваться. Офигительная вообще помадка. В красивом оттенке, который очень много кому подойдет, я считаю. С классной консистенцией. Обратите внимание. Фиксирующий гель от Reluie. Perfect Fixing Brow Gel. Ничего такого особенного. Классная у него кисточка. Тоненькая. Просто на самом деле он реально давно открыт. Мне кажется, он уже даже так не фиксирует, как раньше. В общем, надо добить. Nude Harmony от Belor Design. Тонень тушь для ресниц. Тоже такая ничего сверхъестественного для ежедневного, скорее, применения. И два карандашика от Стеллари в оттенке 10 какао. И от Maybelline Tattoo Color Coil. Да, Tattoo Liner. Оттенок. В общем, черный оттенок. Классный карандаш. Вообще держится как прибитый. Но мне уже не так много его осталось. Хочу добить, чтобы что-нибудь новенькое купить. Это, собственно, то, чем я сегодня красилась. То, чем я буду краситься примерно где-то постоянно каждый день. Хотя бы хоть чем-то. До Нового года я себе определила вот такой слог. Срок. Что еще я подготовила для своего лица? Что бы мне хотелось прикончить к Новому году? Буду сейчас самым просто активным пользователем веснушек. Я не знаю, надеюсь, видны сейчас мои веснушки. Потому что тоже эту штуку покупала еще какому-то первому или второму марафону Наталины. Ну, сколько можно? Пора уже обращаться. Очень впечатлившая меня вещь. Ньют Хармони от Белор Дизайн. Тональный крем в оттенке 202. И не очень впечатливший меня спрей для лица от NYX. Называется Dewy Finish. Не то, чтобы он какой-то плохой или какой-то супер хороший. Просто, мне кажется, соотношение цены и качества у него немножко такое завышенное. И в нем дофига вот этого глицерина можно переборщить и сделать себе такое глицериновое лицо. Как-то так. Ну, это по моим ощущениям. Залежались у меня два хайлайтера от Luxe Visage кремовых. Glow Touch в оттенках 101 и 102. Замечательные хайлайтеры. Аналоги Бекки. Но они уже начали подсыхать. В общем, я себя просто в какой-то момент слишком сильно окружила вот этими кремовыми хайлайтерами. И зря очень. Потому что лучше в такой текстуре хранить максимум, наверное, один, даже если вы активный пользователь косметики. А у меня вот в Project Pen идут три оттенка. И еще и Pro Luxury Highlighter Rose от Vitex. Тоже один раз его вскрыла. Потом вот, наверное, на протяжении этого года пыталась раза три им пользоваться. Что-то мне не зашло, и надо что-то с этим делать. Вмешивать какие-то тоналочки и так далее. А вот эти уже даже начали подсыхать и ложатся прям таким хайлайтером. Ну, вот это вот, который хейтеров отражает. Это уже не ок. Ну, хочется более какую-то воздушную текстуру. Нет ощущения, что я могу еще управлять этим хайлайтером. Любимый мой скульптор от Belor Design. Они сейчас выпустили очень похожий продукт. Вообще там фактически один в один. Они немножко отличаются по плотности, по насыщенности. А так я считаю, что вот этот Miss Perfect, который стоит раза в три дешевле, чем вот тот стик новый, ничем не хуже. У меня просто есть еще один закрытый такой же. Мне какой-то момент словила какой-то bad trip, что они выводят их. Потому что я не могла долго почему-то в Минске их найти. Тоже тут осталось еще очень даже много, потому что, ну, это много. Потому что очень экономичный расход у этой штуки. Оттеночек такой не холодный, а тепловатый. Имейте в виду. Еще две штуки для бровей. Мой любимый шикарандашик от Max Factor. Я его обожаю. Он бесподобный. Его очень много. Очень небольшой у него, очень экономичный расход. Все нравится. Оттенок супер. Хотя мне сначала показалось, что мне подошел другой оттенок. Когда я делала видео с этим карандашиком, я, по-моему, делала с другим цветом. Очень странно. И вот такая еще помадка от Belour Design, которая называется Color Brow. Тоже очень активно ею пользовалась. Тут даже такая вот есть кисть, которую никто не мыл года три. Ну, потому что он ею пользовался всего лишь где-то два раза. И забил на нее на эту кисть. Это я про себя в третьем лице. Все хорошо. В общем, да, тут совсем чуть-чуть осталось. Надо добить и отпустить. Оттенок у меня два. Есть у меня очень необычная вещица такая. Это сыворотка, которая активирует рост волос от Luxe Visage. Называется активатор роста. Объемная основа под тушь. Два в одном. Клянусь, когда я ею каждый день мазала брови и ресницы, мне реально казалось, что у меня в тех местах, где никогда не было волос, вырыхли волосы. В общем, я в нее верю. Мне она нравилась. Но я вот очень была хорошая послушная ученица. И просто в какой-то момент один забила. Вот сейчас я ее поставлю у себя возле кровати и буду при каждом удобном случае на себя наносить. Далее тоже достаточно долго уже открыта вот эта база от Luxe Visage. Хорошая база, никаких к ней претензий. Но и, честно говоря, она не делает каких-то супер вау вещей. Она вот такого молочного оттенка. Полупрозрачная. Она ничего не покрывает. Но сглаживает, скажем так, текстуру века. На нее очень приятно кладутся тени. Очень хорошо растушевываются. Два Metal High Pau в оттенке 6 и в оттенке 14 тоже хочу доиспользовать. Шестерка у меня достаточно давно. А 14-й тут осталось уже немного. Очень активно тоже им пользовалась. И почему, собственно, я от всего избавляюсь? Потому что, на самом деле, у меня не один тюбик еще в запасе таких золотисто-бронзовых каких-то кремовых теней. Все они замечательные. Что Luxe Visage, что Old Bird Design Color Drop, по-моему. Да, Color Drops. Rich Color. Это у меня тон 1 шампань. Классные тени. Я их обычно всем дарю, всем рекомендую. Пока что никто меня банным веником не бил за то, что получили от меня в подарок такие тени. Два вот таких Sparkle от Lamelle Liquid Pink и Liquid Silver. Вот сейчас смотрю, как-то вообще в душе не отзывается ни с чем. Как будто бы уже что-то не то, не мое. Но тоже этим теням немного осталось. Судя по тому, что мне пришлось выбросить золотистый, по-моему, оттенок. Поэтому тоже последние какие-то вечеринки с блестками я им устраиваю. И мы прощаемся. Когда-то очень их любила. Очень странно себя стала вести подводка от Paradiso. Она стала расслаиваться на составляющие. Возможно, моя в чем-то вина. Где-то, может, я положила, не знаю, над солнцем, под солнцем, возле батареи. И что-то как-то вот, ну, я постоянно приходится смешивать его. Поэтому ее. Поэтому надо сейчас как можно активнее ее пользоваться, пока она не вызвала каких-то жутких последствий. Люблю эту подводку, но буду стараться про ее поменьше говорить. Да, такая. Почему, собственно, поменьше? Потому что вот. И вещица, которая вообще не прижилась каким-то чудесным образом от Estrade. Вот такой гель. Он типа супер универсальный. С блестками. Розовый оттенок я уже, по-моему, то ли своей, то ли Лешиной сестре отдала. Блин, красивый, классный, прикольный продукт. Не знаю почему. А, он очень плохо ложился как тени. Он скатывался, я помню. А как, не знаю, как хайлайтер, как-то тоже не прижилось. Не знаю, что с ним делать. Что с ним делать? Какой смысл этого себя держать? Ну, буду экспериментировать, видимо, что-то. И не заметила еще один оттенок от Белор Дизайн. Каурдропс. Тон пионовый. Номер 3. Кстати, очень красивый оттенок такой. Роз голд. Розовое золото. Розово-коричневое золото. Розово-тауповый. И последнее для глаз. Винил инк от Люкс Визаж. Тоже уже на последнем издыхании. Классная подводка с необычным эффектом. Она с таким не то чтобы глянцем. Ну, короче, винил. Вот можете себе представить винил. Вот она вот реально выглядит как виниловая. И кисть хорошая там. Еще один оттенок потеряла теней от Люкс Визаж. Метал Хайп Тон 10. И остались губы. Вроде бы тут еще ничто не стухло. Но я не удивлюсь, если где-то закончился срок годности. Надеюсь, нет. Но я ориентировалась по вкусу, запаху. Все вроде бы пока ок. И, конечно, больше всего тут блесков. Потому что какой-то абсолютно непопулярный для меня продукт. Я не знаю, почему я так не люблю блески. Особенно учитывая, что сейчас в тренде глянцевые губы, нежели матовые. Вот такое количество блесков. Вот такая троечка от Рилуи, Космик Дэнс. Прикольные блески, доохромные. Но что-то как-то в жизни не прижились. То есть их было классно. Я помню, как я от них тащилась, когда их купила. Когда я делала первые нанесения, я тоже их дарила. Они очень прикольно смотрелись. Но почему-то к ним не тянется рука. Вот теперь буду тянуть свои лапки. Два Глэм Лук от Люкс Визаж. Это, по-моему, позиционировали как жидкую помаду глянцевую. Но это прям блеск. Плотный, красивый, крутой блеск. У меня был еще один оттенок. По-моему, я его выбросила. И Парадиза в оттенке 06. Тоже уже у него на стеночках такие вот какие-то как будто бы как трещины. Я не знаю, как это объяснить. Вот я надеюсь, сейчас видно, о чем я говорю. Как будто бы пигмент засох. Как будто бы это матовая помада. Но на самом деле это блеск. Он вкусно пахнет. Ничего такого с ним не произошло. Но, видимо, это какой-то сигнал, чтобы я обратила внимание на него и начала им пользоваться. И еще два блеска от Ревуи. Ламея Италия в оттенке 06. Тоже не очень такая текстурка актуальная. Не знаю, как он дожил до этих дней. И Липглосс. Жидкое стекло. От Релуи тоже. Я его изгадила, к сожалению, всеми своими экспериментами и марафонами. У меня есть еще одно жидкое стекло, но уже от Люкс Визаж. Вот слишком много. Два жидких стекла. Не так уж и часто я люблю себе на веки блеск для губ. Кто не знает, что такое Люкглосс? Это такой плотный, прозрачный, суперотражающий, что ли, как это объяснить, блеск, который реально можно даже на каких-то съемках нанести на глаза. И ничего страшного не случится. Какое-то время, если аккуратно моргать глазами, блеск будет послушно сидеть на веках. Мат Констант от Юйен Сабо в оттенке 30. Тоже хочу ее почаще использовать. Я ее еще в Питере, сколько, два года назад покупала. Пора сворачиваться. Очень красивый оттенок. Не знаю, почему я ее игнорю. Она такая, как бы по формуле очень помилит суфле для губ. И три древнейших вот таких мамонта. У двоих уже посыпалась упаковка. Но я просто, у меня рука не поднимается их выбросить. Эти помады две. Потому что у них какая-то невероятная текстура. Они такие кремово-матовые. Очень красивые оттенки. Называется Altamoda Tone 18 Smoky Velvet. И вторая Altamoda Tone 20 Purple Velvet. Очень красивые помады. К сожалению, их с собой не взять, не обновить. Потому что вот у них крышечка вот эта со временем. Ну, в общем, короче. Видимо, она много раз падала или что, треснула. И в сумке она открывается. Так бы я, конечно, пользовалась и пользовалась. И я достаточно много, по-моему. Вот той, которая Purple, я достаточно активно пользовалась. Вот. И, кстати, серой этой тоже. Просто, видимо, не так сильно. Я бы взглянула на оригинал. Ну, точнее, не на оригинал. Как изначально, в каком размере была эта помадка. Даже интересно. И единственное, что дожила до этих дней от Floor Mar. Тоже очень активно пользовалась этой помадой. Revolution Perfect Lipstick Tone 13. Супер красивущий бордово-ягодный вот такой оттенок. Невероятно сочный и стильный. Очень похож на мои ногти. Ну, и штука, которой я бы и так, и так пользовалась. Это бальзам от Belor Design Stubbery Pie Lip Butter. Немножко он такой уже горькенький. Не знаю, может, до Нового года и не доживет. Может, сдохнет. Очень экономичный расход у него. И нормально, в спокойном режиме. Увлажняет губы. Ничего сверхъестественного. Но со своими основными задачами справляется. Вот, собственно, и все. Я решила особенно тут не добавлять каких-то суперсухих продуктов. Потому что понимаю, что фактически это невозможно. Нельзя что-то взять просто и за три месяца затереть до дыры. Это невозможно. Давайте не будем обманывать себя. Вот такая у меня подборчика получилась. Надеюсь, вы сейчас как вдохновились, как тоже набрали чего-то, что хотите, от чего хотите поскорее избавиться. Потому что не нужно купить этот мусор. Все вот эти блогеры, умнейшие, своими гайдами, они что говорят? Что нужно избавиться от чего-то старого, чтобы в вашей жизни появилось что-то новое. Вот такой вот инфо-цыганский шик. Я очень надеюсь, что вы верите в меня. Потому что я в себя очень верю. Я себе даю обещание, что буду каждый день как минимум какой-то одной штукой пользоваться из этого пакетика. На самом деле, по факту, получается даже больше. Вот у меня на целую косметичку сегодня получилось. Это не сложно. Я вам гарантирую. Так что держите. Спасибо, что досмотрели это видео до этого момента. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на этот канал, если вам все тут понравилось сейчас. Если вас все устроило. Не забывайте, пожалуйста, нажать на колокольчик, если вам интересен наш контент. С вами была Лея Развеева. Всем спасибо большое и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok